Вадим Васильевич, 16 марта референдум, и всех, конечно же, интересует вопрос, что же будет дальше с Крымом. Давайте, может быть, вы расскажете немножечко, у людей будет два варианта ответа. Остаться, что Крым останется в составе Украины. Что ждет крымчан? Ну, вы знаете, для того, чтобы понять, что нас ожидает, я хочу напомнить, почему мы объявили о референдуме. Потому что, во-первых, мы начали заботиться о жизни своих семей, своих детей, о жизни севастопольцев, жизни крымчан. Потому что события сегодняшних дней, они напоминают события боевые сводки. Ну, как оценивать, что, например, в центре Киева одна из банк под названием самооборона захватывает банк, а вторая банда, которая представляет ту же самую самооборону, выбивает их оттуда? Как оценивать то, что Киев поделен по секторам, между так называемыми сотнями самообороны, которые занимаются политическим рэкетом, уголовным рэкетом, шантажом, вымогательством и, по сути, убийствами? Это то, что происходит сегодня и сейчас, в 21 веке, в центре Украины. То же самое происходит по всему украинскому государству, начиная от политического рэкета, шантажа, убийства, вымогательства, похищения людей. И этот вал нарастает. Власть справиться с этим не может. Она сегодня сформировала национальную гвардию на базе правого сектора, на базе этих, так называемых, сил самообороны. О чем это будет говорить? Об уничтожении инакомыслия. Вот почему волнуется Юго-Восток. И вот почему сегодня у нас есть реальный шанс защитить свои семьи и свое будущее от этого. Это одна часть медали. А вторая часть медали, то, что по заявлениям самоназванных властей, Украина сегодня банкрот, денег на выплату заработной платы пенсии не хватает. Они подписывают любые соглашения, в том числе и с Международным валютным фондом. На любые условия идут. А какие это условия? А программы очень простые эти условия. Они заключаются, например, в том, что в ближайшее время все, что они подпишут, ударят в первую очередь по мирному населению. Это сокращение дополнительных выплат медработникам, отмена надбавки за объемы качества выполненной работы медицинскими работниками, системы здравоохранения, оплата за оказание услуг бытового характера, включая питание за время пребывания в стационарах, отмена льготного обеспечения медуслугами, сокращение выплаты пенсии работающим пенсионерам, выплат 50% назначенной пенсии, установление минимальной нормы обеспечения твердым топливом на уровне 3 тонн в год на одно домохозяйство, вводится плана за обучение в детских спортивных школах, ликвидирование налоговых льгот и других преференций, приватизация государственных коммунальных печатных органов в массовой информации, отмена решений о создании государственного фонда о фонде поддержки малого инновационного бизнеса, повышение оплаты за питание детей в дошкольных учреждениях, введение сбора в размеры 20% от стоимости билета в кинотеатрах, гастрольный сбор, поэтапное уменьшение финансовой поддержки театров. Вопросы, о которых мы говорим, это только первая половина проблемы. Основное требование МВФ сегодня вводится в следующие 10 пунктов. Вот что ожидает граждан, кроме того, о чем мы говорили. Повышение пенсионного возраста на 2 года для мужчин, на 3 года для женщин, ликвидация права ухода на досрочную пенсию, пенсионный возраст для офицера в армии с 60 лет, ликвидация института специальных пенсионных пособий, повышение цены на газ для муниципальных предприятий на 50%, в 2 раза повышаются цены на газ для частных предприятий потребителей, увеличение стоимости электричества на 40%, отмена льгот и повышение налога на транспорт на 50%, приватизация всех шахт, отмена субсидий, ограничение практики упрощенного налогообложения, обязанность аптеки фармацевтов платить НДС, отмена моратория на продажу земли сельхозназначения, сокращение состава министерств, ограничение излишней оплаты труда, начисление пособий по безработице будет только после минимального периода в течение 6 месяцев работы. То есть очевидно, что после введения подобных мер начнутся социальные волнения, бунты, и против людей будут бросать вот эти так называемые силы национальной гвардии. Поэтому на сегодня, если мы понимаем, что руководитель правого сектора, который предлагал приехать в Крым с так называемым органом правопорядка в лице правого сектора, с так называемыми поездами дружбы, он планирует идти в президенты. Поэтому, если он будет избран президентом Украины, можно представить, что нас дальше ожидает. Тем более, слова Тегнебока, который он заявил, что программа партии «Свобода» на словах фашистской организации, это приход к власти и полная друсификация страны. Как они будут проводить, учитывая, что сотни единиц оружия автоматического у них в руках, можно себе представить. Поэтому на сегодня, мне кажется, любой нормальный человек прекрасно понимает, что выбор может быть только за отдаление и отсоединение от этого ужаса и кошмара, который ожидают жители Украины. Да, это выбор непростой. Да, переменные людей очень тревожат. Но если мы видим вот этот огромный объем негатива, и мы можем посчитать, что нас ожидает. Координационный совет города по организации Севастопольского жизнедеятельности города изучил все вопросы, которые поступают, и уже сегодня, уже сейчас, и завтра, и постоянно проводятся переговоры с Министерствами и ведомствами Российской Федерации об адаптации и периоды порядка перехода на законы Российской Федерации. Самое первое, самое главное. Еще раз мы напоминаем, что все документы и об образовании, и об ученых степенях, и об средствах браках, и о рождениях, все будут действовать на территории Российской Федерации, если мы проголосуем за вступление в Российскую Федерацию. Это первое. Второе. Заинтересована ли Россия в том, чтобы развивалось промышленное производство в Севастополе однозначно, уже есть проговорены механизмы о увеличении обслуживания потребностей Черноморского флота и Министерства обороны, судоремонт, судостроение, система морской связи, портовое хозяйство, грузоперевалка, стоянка судов, морской туризм, работа международного аэропорта Бельбек, приборостроение, электротехническое машиностроение, проектная работа, ЦКБ «Коралл», Черноморец в кооперации с российскими предприятиями, инвестиции в строительство, гостиничное хозяйство, транспортная инфраструктура, высшее и профтехобразование, сельское хозяйство, возрождение станции ВИР, виноделие, морехозяйственный комплекс. Это только малый блок вопросов, по которым уже достигнуто решение. Поэтому, когда мы голосуем за вступление в Российскую Федерацию, мы голосуем за инвестиции в эти отрасли и за создание рабочих мест именно в этих отраслях. Как быстро они появятся? Да в течение переходного периода трех месяцев эти документы будут подписаны, и начнется возрождение Севастополя и Крыма. Вопрос, как будут планироваться взаимоотношения российского Крыма с Украиной? Точно так же, как и происходило. Инвестиционные договоры, промышленные поставки, как были, так и будут. Будут ли развиваться в Севастополе высокие технологии? Однозначно. Это тема международного сообщества. И у нас хорошие ребята толковые, молодые, и девчонки, которые реально могут в этой части работать. А те, кто сегодня есть айтишниками, то для них широчайший уровень поддержки и понимания. Высокие технологии в Российской Федерации – это вопрос государственного контроля и развития. Будут ли налаживаться межрегиональные сотрудничества между Севастополем и Российской Федерацией? Однозначно. 11 марта мэр Москвы Собянинов подписал постановление об оказании Севастополю. В чем оно заключается? Уже в ближайшее время Севастополю направляют 30 единиц городского транспорта, 15 единиц коммунальной техники, 20 тонн медикаментов, 30 комплектов для компьютерных классов в школах, в состав гуманитарного груза 113 наименований. Это 500-600 единиц современной медицинской техники. Кроме того, принято решение об оказании единовременной материальной помощи ветеранам-севастопольцам в размере 5000 рублей на человека. Уже в текущем году возможно организация сборки троллейбуса в Севастополе по комплектующим и технологиям Саратовского завода. Пенсионное обеспечение. Напомню, оно в России остается неизменным. Для женщин 55 лет, для мужчин 60. Какие виды пенсии будут действовать в Севастополе? Все то же самое, что было на базе российских законов. Размеры пенсии, безусловно, они выше, чем у нас, в силу очевидных причин. Как и когда будет осуществляться перерасчет? В течение переходного периода, шести месяцев, все пенсии будут пересчитаны в сторону увеличения. Подход будет индивидуальный. Все льготы, преференции, участникам, ветеранам, инвалидам, они все будут сохранены и переведены в систему Российской Федерации. Какие льготы для малоимущих в России? Это единовременные выплаты и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Полный перечень льгот и условий приобретения предоставляется в профильном управлении после создания соответствующих территориальных структур в Севастополе. Детей в школах России заставляет изучать православие. Правда ли это? Да. Предмет основы православной культуры изучается на добровольной основе. А те, кто не хочет изучать православие, изучают основы светской этики. Вопрос. Будут ли иметь право голоса на референдуме студенты, имеющие в Севастополе временную прописку? В Севастополе голосовать будут только жители Севастополя. Мы не должны давать право решать судьбу Севастополя и Крыма тем, кто проживает здесь временно. Будут ли платить за обучение в случае вступления в Российскую Федерацию те, кто сегодня на бюджете? Нет, не будут. Что будут делать наши выпускники? Для наших выпускников поступление в ВУЗ Российской Федерации в этом году будет на основании собеседования. Желающие могут сдавать ЭГЭ по украинским законам. И эти документы будут сохранены и действие будет одинаковым и для России. Будет предоставлена возможность в упрощенном варианте сдать единый государственный экзамен и по российским законам. Собственники, владельцы земельных участков остаются те же. Реприватизации не будут. Документы сохраняют свою ценность. Перевод на часовой поезд для Крыма и Севастополя. В соответствии с решениями тех властей, которые будут уполномочены от имени Крыма и Севастополя принимать подобные решения. Вопрос в части военной службы. В Российской Федерации военная служба срочников в течение 12 месяцев. Они, срочники, не служат в горячих точках. Это четкий приказ и четкое решение. Их-то не посылают. Переходный период к адаптации к законам Российской Федерации у нас будет от 3 до 6 месяцев. Но мы планируем это завершить в 3 месяца. Планируется через 3 месяца провести выборы в законодательное собрание Севастополя. Которое определит, изберет мировых судей и вопросы, связанные с жизнедеятельностью. Но для этого необходимо будет получить российское гражданство. Российское гражданство на сегодня и так уже упрощенный порядок в течение 3 месяцев. Для первого чтения, но полагаю, после проведения референдума, если он состоится, а я думаю, что он состоится положительно, будет еще упрощен порядок от получения российского гражданства. Потому что выборы в законодательное собрание могут проводить только граждане Российской Федерации, естественно, по российским законам. Судебная система в течение 3 месяцев будет работать в переходном периоде. Те дела, которые были начаты, перейдут в ведомство Украины и будут им переданы. А остальные будут передаваться через 3 месяца в ведении Следственного комитета Российской Федерации. И завершаться будут в рамках закона в Российской Федерации. То же самое и по нотариальной системе. Вопрос нотариусов будет решен однозначно. Они дадут им время для адаптации, дадут им время для переучивания. Будут подготовлены документы, чтобы они прошли тестирование и получили документы для работы уже в рамках российских законов на территории Севастополя и Крыма. Вопрос правоохранительных органов точно такой же. В течение 3 месяцев будет произведена адаптация. Все, что мы должны были завершить по украинским законам, будет завершено. И передано в ведение правительства украинской власти. С адвокатурой ситуация точно такая же. Будет дан период для проведения собрания, чтобы вошли в систему адвокатуры Российской Федерации и работали в этих рамках. Те, у кого у адвокатов заключены контракты, соглашения, договоры об обеспечении поддержки обвиняемых, заключенных, людей, которые сегодня находятся в судах, они должны быть доведены до логического завершения и выполнены в соответствии с теми законами, по которым были подписаны. Банковская система, банковская система, реорганизация никоим образом не затронет интересы вкладчиков и людей, у которых считают в банках. Украинские банки здесь будут национализированы, отделения, которые здесь существуют, их будут приобретать, будут входить, поглощаться российскими банками, которые сюда будут, зайдут и которые здесь будут работать. МТС, ЛАЙФ и другие операторы мобильной связи сохраняют свою работу. И вы же помните и знаете, что те, которые действуют в Украине, операторы мобильной связи, основная масса – это российские владельцы. Поэтому проблем этой части не будут. Нас пугает, что отключат воду. Могу сказать только одно. Если отключат воду, она затопит Украину, потому что вода сюда поступает прямо током. Это первое. Второе, что нам отключат электроэнергию. Опять это сделать практически невозможно, потому что вывод Крыма из единой энергосистемы очень сильно ударит по энергетике Украины. А при их сегодняшней ситуации им важна каждая копейка. Мы готовы жить в рамках коммерческих отношений. Будем покупать и электроэнергию, и воду. Чужого нам не надо, но свое мы имеем право получить. Я полагаю, что и персонал банков, который сегодня напрягается, все ваши права, рабочие места будут сохранены. Потому что, коль ваши филиалы, отделения переходят в систему российских банков, после переучивания вы все будете там же продолжать свою работу. Я думаю, мы все люди прекрасно понимаем. Не приедут сюда государственные служащие, не приедут сюда работники банков. Это все будем делать мы сами. Но только уже в условиях законов Российской Федерации. Я убежден в главном, что ваш, наш выбор позволит нам сегодня определить будущее наших семей, нашего полуострова, города-героя Севастополя на долгие-долгие годы. От нас с вами зависит и судьба Юго-Востока Украины. Потому что то, как мы будем развиваться, и то, как мы будем расширять свои взаимоотношения, зависит и судьба людей, которые будут смотреть, как им живется в составе Российской Федерации. И это будет большим подспорьем и помощью тем людям, которые сегодня угнетаемы, и будут угнетаться в системе клики, которые в Украине сегодня, кроме как вооруженного подавления инакомысля, другого себе придумать не может. Вклады в гривны сохраняются в банковской системе и будут обмениваться в соответствии с курсом обменников. Никто никого понуждать к чему-либо не будет. У нас будет на время переходного периода три вида валюты. Рубли, гривны и иностранная валюта. Проблемы в этой части нет. Таможенные операции будут в ближайший месяц переводиться на правила для таможенных операций, которые применяются в Российской Федерации. Российская Федерация в ближайшее время обучит новым таможенным правилам всех должностных лиц Крыма и Севастополя, тех, кто останется на службе в этих органах. Для госслужащих остаются все те же преференции, все те же условия, все те же пенсии, стаж, льготы. Все сохраняется. Единственное, что просто добавляется. Вопрос, связанный со студентами-эсперантами. Все сохраняется, получая только глюты преференции уже в рамках российских законов. Вопрос по поводу вступления в вузы Крыма и Севастополя мы уже определяли. На основании собеседования, потому что мы прекрасно понимаем, ЕГЭ мы уже просто не успеваем сдать. С Нового года все школы и детские сады переходят на единую систему образования Российской Федерации. И заработная плата учителей, которая будет гораздо выше нынешней, естественно, будут насчитываться в соответствии с российскими законами. Вопрос для финансирования государственных вузов и техникумов. Они будут точно так же финансироваться, но на уровне законов Российской Федерации. Для медицины и медицинских работников, естественно, только преференции и льготы по сравнению с тем, что происходило и будет происходить, к сожалению, на территории Украины. Переподготовка медицинских кадров будет проводиться в соответствии с поставлением Российской Федерации от 31 мая 2012 года. Стандарты оказания медицинской помощи, в том числе и неотложные, конечно, будут пересмотрены. И они будут в сторону улучшения и увеличения, так как это сделано в России. В России туристический бизнес, естественно, развивается. Рассказ о том, что мы потеряем туристов, это анекдот, потому что принимается решение о том, чтобы в рамках соцстраха путевки люди получали именно в Крым. Следовательно, россияне будут заинтересованы ехать по льготным путевкам сюда, потому что их туда будут посылать государство. И вопрос товарооборота и объема будет расти в соответствии с увеличением объема прохождения поездов на Керченской переправе. А мы понимаем, что в ближайший год-полтора будет закончена мостовая переправа, которая снимет все те проблемы, которые сегодня, может быть, есть. Поэтому говорить можно много. В России все министерства и ведомства заинтересованы в том, чтобы работать круглосуточно по адаптации в случае позитивного решения севастопольцев и крымчан. А я думаю, мы все люди разумные именно такое позитивное решение примем, чтобы мы максимально быстро, без сложности, без проволочек могли вступить в новую жизнь, с новыми условиями, которые нас обеспечат нормальной жизнью. Поэтому все могут только сказать одно. Не отсиживайтесь и не бойтесь. Надо идти на референдум. Это наше право, которое выпадает раз в тысячу лет. Грех будет им не воспользоваться. Редактор субтитров А.Семкин